Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня, друзья, у нас очередной Стив Каст. Если кто-то не знает, то на Стив Каст мы будем осуждать будущее нашего канала. И такие видео будут выходить около двух раз в месяц, то есть в середине и в конце месяца. И, надеюсь, такой условий будет для вас довольно удобным. Что ж, сегодня мы рассмотрим четыре для меня, по крайней мере, важных вопросов и, наверное, для вас. Во-первых, это скины Майнкрафта Бокседишн. Я собираюсь добавить новый раздел, в котором мы будем обозревать скины. Я буду находить скины разработчиков, разные интересные скины, прозрачные и многое другое, друзья, будет в этом разделе. Ну, надеюсь, вам данный раздел понравится. Следующий и второй вопрос заключается в аддонах Майнкрафта. Собственно, до этого аддоны, которые устанавливаются через текстуры, добавлялись в категорию модов. Ну, а теперь у них появится совершенно новая категория, и видео с такими аддонами будет называться именно аддона, а не моды. Поэтому, друзья, вы сможете узнавать, что устанавливается за текстурпаком, а что устанавливается через блок-лаунчер. Ну, и в скором времени я выпущу видео, как создать моды, точнее, как установить моды через блок-лаунчер, если кого-то это, конечно, интересует. Что ж, третий вопрос заключается у нас в новом описании. Наверное, многие из вас уже заметили, что описания на видеороликах изменились, они стали более такими приятными на взгляд, более такими, так сказать, собранными. То есть, всё самое важное есть в описании. В середине описания есть все важные ссылки на меня, на нашу группу и на пиар. Ну, а в конце каждого описания находится дополнение видео. Если, друзья, какое-то было дополнение для Майнкрафта видео, оно будет находиться в описании в самом конце. Ну, а в начале описания у нас стоит название нашего видеоролика. Поэтому всё довольно понятно и, так сказать, прозрачно. Что ж, друзья, четвёртый, наверное, и последний на сегодня вопрос, это сервера, опять же, Майнкрафта Пактедишн. Видео про них у меня довольно мало, поэтому будем выполнять данную категорию, так же, как и карты. Будем играть на Sky Wars, на Hunger Games, будем искать Bid Wars и будем просто играть на русских серверах с русскими игроками. А также будем пытаться устраивать сходочки, друзья. Ну, всё это будет в будущем. А пока что я могу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Также думаю, что у многих уже начались каникулы, но у меня они начнутся только с четверга. Если же я не уеду куда подальше от своего домика, друзья, то есть к бабушке, то видео будет входить также по 3-2 видеоролика в день. Если же я уеду, то видео будет немного уходить пореже, то есть, ну, где-то около 1-2 видео в день. И они могут выйти утром, в обед или вечером. Поэтому, друзья, будем смотреть на то, что, как я себя чувствую. Ну, чувствую сейчас себя очень плохо, у меня болезнь, друзья. Температура повышается, сбивать её довольно сложно, ну, будем пытаться. Будем пытаться, если же я вылечусь и сам захочу поехать, то, друзья, я поеду. Если не вылечусь, то, получается, никуда не поеду и буду снимать каждый день видеоролики. Также, друзья, насчёт канала Пиксель Дима. Это у меня второй канал, где я снимаю видео про Майнкрафт ПК. То есть, ПК-шная версия, и я начинаю возрождение данного канала. Сегодня что-то дня там выходит то ли 2, то ли 3 видео я выпущу. И, собственно, вы можете посмотреть. Все видео будут выходить, точнее, я буду пытаться выпускать их шейдерами, что будет довольно красиво. Поэтому, друзья, если вы любите ПК-шную версию, обязательно заходите на этот канал. Ну, и ставьте мне лайки, и здесь тоже ставьте лайки, и подписывайтесь на канал. Ну, собственно, по идее, это всё, что я хотел обсудить сегодня с вами. По Майнкрафту новостей, кстати, нету, поэтому и видео пятничной новости просто-напросто не выходит, потому что новостей нету. Разработчики сказали, что они уходят на Новый год, то есть у них начинаются новогодние каникулы. Поэтому их ждать можно только через неделю, хотя Рождество у них, наверное, наступает где-то, я не знаю, друзья. Поэтому, наверное, новостей от них не будет около двух недель. И даже не знаю, что они могут выпустить в следующем обновлении. Если честно, я хочу, чтобы вышло обновление, которое касалось именно оптимизации, добавления новых настроек графики, а также повышение кадров. Если кто-то не в курсе, то в нашей мобильной версии Майнкрафта всё равно где-то в файлах в кодах стоит ограничение на 60 кадров, что довольно печально. В то время как на ПК, к примеру, с Optifine модом, просто если стоять на минимальных настройках, то будет вдавать около 500 FPS. Если же без Optifine мода, без Optifine, друзья, то будет вдавать около 300-400 FPS. Если же ходить, то 200-150. Ну, как видите, ФП это отличается от нашего Майнкрафта. Поэтому, надеюсь, в скором времени они добавят частоту кадров, которые можно добавить сейчас с помощью мода, но мы сможем только ограничить частоту кадров, а повысить её мы не сможем. Поэтому, друзья, всё зависит от разработчиков. Будем ждать этих новостей. Ну и, собственно, наверное, на этом будем с вами заканчивать. Собственно, как сказал, не забывайте ставить лайки, а также подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok